Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества — это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход каждому автору. Подробности в описании. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях военный эксперт, доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Валентинович Стивков. Константин Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт. Боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целем террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. При нападении боевиков погибли 20 человек, пострадали 46. По последним данным сообщили в Минздраве республики. Что происходило в Дагестане? Как можете прокомментировать события? Ну, если говорить аналогиями, то, по сути дела, дагестанские события – это продолжение событий в Крокус-Сити-Холле. Большое количество жертв в Крокус-Сити-Холле в подавляющем количестве относятся все-таки к тому, что Крокус-Сити-Холл не был должен, образом, подготовлен к невозможному возникновению пожара. То есть, если бы там возник пожар по естественным причинам, каким-то там, проводкой, еще такое, жертвы были бы такие же. Потому что, собственно, от огня противника, от огня террориста погибло сравнительно немного людей. Что касается Дагестана, количество жертв тут тоже достаточно большое – 20. И количество раненых – тоже приличное, пострадавших. То есть, в сумме получается цифра приближающаяся по порядку величины к тому, что имело место в Крокус-Сити-Холле. Это действительно серьезная трагедия. Что отличает вот эти события от событий в Крокус-Сити-Холле? В первую очередь, это намного более высокий уровень организованности. Было четкое распределение целей, задач. Боевики четко шли одни на одно место, другие на другое. Значит, совершенно четко было организовано таким образом, чтобы дезориентировать правоохранительные органы, силовые структуры, которые могли бы отреагировать оперативно на эти действия. И тем самым создать благоприятные условия для того, чтобы эти боевики могли подкинуть зону боевых действий по максимуму безопасны для них. Объекты удара тоже очень интересные. Значит, это две мечети, православный храм пост ДПС. Пост ДПС был направлен, удар по посту ДПС явно был направлен на то, чтобы обеспечить устрашение, в первую очередь, силовых структур. Раз. Понятно совершенно, что жестокая расправа сотрудниками поста ДПС должны были бы на будущее заставить органы права, охраны правопорядка усиливать эти посты и, соответственно, снимать личный состав с других объектов. Возможно, с объектов, имеющих важное стратегическое значение. Какие-то мосты, какие-то химические предприятия, какая-то там атомная промышленность может быть. Причем расчет делался, конечно, не только на сам Дагестан. Расчет делался на то, что такие действия будут предприняты по всей России. Причем будут не только посты ДПС, а все остальные объекты, на которых находятся сотрудники МВД, чтобы их усиливать. Это может быть усилено и отделение полиции. Там больше будет народу находиться и меньше будет находиться на разных местах выполнения своей задачи. То есть этот акт направлен на то, чтобы создать предпосылки к осложнению действий, в первую очередь, в правоохранительных органах. Создать условия, при которых правоохранительные органы должны будут уделять внимание в значительной степени собственной обороне. И тут тоже не просто так. Потому что если противник террориста захватит отделение полиции, то они получают доступ к оружию. Причем большому количеству оружия. А обеспечить сохранность этого оружия нужно будет, соответственно, более усиленными силами, более усиленным количеством личного состава. Либо тогда это оружие сосредотачивать в каких-то отдельных складах, но тогда отделения полиции лишаются возможности оказывать вооруженное сопротивление террористам. То есть вот смысл вот этого удара по посту ДПС. Ну и, конечно, вполне возможно, что они рассчитывали, что через этот пост ДПС разгромленный им удастся бежать, захватив патрульные машины. Это тоже в полной мере исключать нельзя. Удары по объектам религиозного значения, по православным храмам и синагогам, преследуют тоже самую однозначную цель. Здесь тут вопросов нет. Здесь в данном случае не устрашение, а задача преследуется внести раскол между конфессиями, религиозный раскол. То есть попытаться развязать в стране, в России, религиозную войну. Противопоставить ислам православию, ислам иудаизму. Вот смысл вот этого удара. Повод весьма благоприятный. Они борются и мстят за сектор газа. Но если они мстят за сектор газа, причем то есть православные, тогда, естественно, возникает вопрос. Совершенно четко. Никакого отношения эти террористы к мести за сектор газа не преследовали. Это, вернее, к мести не имели эти террористы. Эта акция терроризма была целиком, полностью направлена на решение единственной задачи. Инициировать религиозную войну. Противопоставить ислам, православию и иудаизму. И тем самым создать условия, при которых в России мог бы возникнуть исламофобия. И на фоне вот этой исламофобии попытаться развязать религиозную войну. Учитывая, что Россия, процент исламского населения очень большой, и учитывая, что наиболее такие критически важные для России регионы, они, так сказать, имеют в ряде случаев преимущественно исламское население, то создать предпосылку для отторжения этих регион на фоне религиозной войны, которую инициируют, это, может быть, одна из долгосрочных проектов. Но надо иметь в виду, что действия террористов вот такого рода... То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова